4 ноября относительно теплый солнечный день. Далеко не зима и столбик термометра на улице показывает 5 градусов со знаком минус. Однако все эти люди собрались сегодня рассказать о том, что в их квартирах уже холодно, несмотря на то, что трубы ТЭЦ-1 дымят плотными клубами дыма. ЗАП-ТВ открывает сезон жалоб на предоставляемые услуги ТГК-14 и первыми решили выступить жильцы дома номер 1 в 9 микрорайоне поселка КСК. У нас идет вымогательство, так как при температуре 16 градусов отопления мы не должны вообще оплачивать. Это вы говорите в квартирах? В квартирах. В подъезде должно быть 16 градусов. Я в свое время подавала в суд и мне сняли оплату, потому что у нас единственная батарея и доказано уже, что в зимнее время у нас температура меньше 16 градусов. Я говорила с теплотехниками из граждан проекта, они мне сказали, что должно быть минимум 6 батарей. Ситуация до боли знакомая и, к большому сожалению, пока никак не решаемая. С началом отопительного сезона положенных 20 плюс градусов тепла собственники в своих квартирах не наблюдают. Обращение в управляющую компанию в ТГК-14 инициирует замеры температуры, которые показывают норму, но почему-то от этой нормы людям теплее не становится. Здесь виновата и управляющая компания, и ТГК-14. Управляющая компания должна выполнять услуги, как сказать, взаимоотношений со всеми, так сказать, нашими людьми и услуги управления. То есть услуги управления у нас абсолютно не выполняются. Вот, и с ТГК они должны тоже решать все вопросы. Мы написали заявление в ТГК, в управляющую компанию, на имя самого Носова, руководителя. Потому что я с ним созванивалась в пятницу. Он мне сказал, пишите заявление коллективное или каждое свое, потому что он с ними бороться один не может. С ТГК, да. То есть они приезжают, что-то делают, результата нет. У нас дома холодные, батареи еле живые. Коллективные обращения написаны не только в управляющую компанию. Получителями писем с жалобами являются и ТГК-14, и администрация Черновского района, и жилищная инспекция. Только вот радиаторы отопления горячее от этого не становятся. С одной стороны, приборы замера у специалистов фиксируют положенную температуру, но при этом мерзнут люди. Проблема стара, как мир. Если проще, то эти панельные дома с системой отопления из прошлого столетия. Изношенные и засорившиеся трубы вполне могут являться причиной, как выражаются жильцы дома, еле живых радиаторов отопления. Получается, что в ТГК-14 заявляют о том, что подают тепловую энергию в полном объеме. Управляющая компания без потерь передает это потребителю. О проблемах с гнилыми трубами все в курсе, но исправлять не торопятся. То есть нет технических условий для того, чтобы нормально нам предоставлять услуги, но тем не менее выжимает с нас ТГК-14 все эти деньги, все эти копейки. Ну это просто безобразие какое. Поломанная и старая система труб добавляет проблемы с потреблением горячей воды. Особенно страдают собственники верхних этажей. Прибор учета вытягивает деньги из кошельков с того момента, как кран открылся, а вот горячая вода польется вообще не сразу. Я живу на девятом этаже, соответственно, если вода поднимается с первого этажа на девятый, то до меня она доходит уже, если люди пользуются активно, например, в воскресенье вечером, я помыться в ванне не могу. Потому что это, чтобы она пробежала, горячая пошла, это надо ее пропустить минут 15, и то не факт, что она пойдет горячая. Руководство управляющей компании от жалоб потребителей не отрекается и советует собственникам квартир подавать жалобы в письменном виде. Система отработана годами и настроена она так, что только бумага может заставить ресурсников начать хоть что-то делать, помимо собирания денег с людей. С одной стороны, ТГК-14 и управляющая компания, руководство которых уверяет, тепло подается в полном объеме. С другой стороны, жильцы дома, взрослые, дети, старики. И все они жалуются на холод в квартирах. Происходит это каждый год на протяжении уже многих лет. В таком случае существует острая необходимость на правительственном уровне уделить, наконец, внимание этой проблеме. Такого мнения, кстати, придерживаются не только потребители. Бесконечная ругань между жильцами, ресурсниками и управляющей компанией помогает согреться лишь частично, повышая градусы накал во время выяснения. Собственники квартир дома номер 1 9 микрорайона поселка КСК просят контрольно-надзорные органы и представителей власти оторваться от своих бесконечных заседаний и обратить свой взор на острые проблемы людей, которые замерзают в своих квартирах, а зима еще даже не пришла.